Первые дни Нового года по лентам информагентства распространились кадры из Еревана, где группа молодых людей в неонацистной символике беспрепятственно, не скрываясь, проводит МАШ. Как бы вы могли это прокомментировать? Да, мы видели эти кадры и с глубокой беспокойностью восприняли состоявшиеся 1 января в центре Еревана шествие группы фашистующих молодчиков. Мы, конечно, удивлены, что армянские силы правопорядка никак не воспрепятствовали участникам сходки, которые буквально демонстрировали на камеру в присутствии СМИ свою ориентацию, вскидывая руки в нацистском приветствии. К сожалению, вызывает отсутствие должной реакции властей Армении, правозащитных структур. Мы убеждены, что необходимо пресекать любые проявления нацизма, пресекать их на корню, неустанно бороться с фальсификацией истории. Почти 80 лет назад русские, армяне, представители других народов, народностей, национальностей, конфессиональных групп одержали победу над фашизмом, встав в единый строй в годы Великой Отечественной войны. В наши дни Армения совместно с единомышленниками выступает в Генеральной Ассамблее ООН в поддержку ежегодной российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. Мы знаем об этой принципиальной позиции наших друзей, наших братьев в Армении. Сохранение исторической правды – это действенный инструмент по предотвращению возрождения коричневой чумы, за искоренение которой плечом к плечу сражались такие выдающиеся деятели, как Георгий Жуков, Иван Баграмян, Александр Васильевский, Иван Исааков и многие другие славные представители народов России и Армении вместе с другими народами Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин